понимали куда летят огромное спасибо джебу заметил что бы без глазиков бедняжки пресс-ф молодым майни вновь с вами всем привет и сегодня с реакция на видео с канала minecraft stone это великолепное видео которое называется 47 мобов о фактах я не перепутал так и называется будет очень интересно поехали также не забывайте про мой телеграм-канал ссылка есть в описании или qr-код на экране это сейчас очень важно вдруг чего я там уже держу связь и буду держать связь что-то произойдет и у меня есть также стрим-канал траву ссылка есть тоже в описании я стремлю каждый день тоже вас там очень-очень жду знали ли вы что пила джиры изначально выглядели так а то что голем может перейти на сторону зла сегодня я и блок фэксом 47 фактов 100 тысяч фактов магическая youtube статистика говорит мне что ни один человек до сих пор не подписался на меня при помощи своего да да до сих пор не подписались замянного пальца что ж не ооо ребята безымянным пальцем подписывайтесь главное не средним знаю вообще в среднем это уже факт это жена замянным пальцем и если ты поторопишься то ты скорее всего будешь первым тебе бесплатно безымянным ребят озвучено каналом stone раньше смена зомби выглядели так кроме того когда их только анонсировали у них даже не было никакого оружия ну по крайней мере так они больше похожи на зомби однако итоговая версия которую мы видим в игре держит в руке с золотой меч имеет частично зеленый окрас биглины не единственный адский мог получившие изменения до релиза а именно свои глаза как и нибудь тогда вообще понимали куда летят огромное спасибо джебук заметил что бы без глазиков бедняжки прессов молодым виду у них глаза стабили так они больше похожи на летающие блоки чем нам оба сделали их живее газ ты знал за ты уже на приведение но на самом деле они кошки по крайней мере по словам c418 1 ладах майнкрафт они из команды озвучки записывали звуки кошек чтобы озвучить гаста а именно звуки во время сна какими бы крохотными цыплята не были за прочего ребята ничего всех кошечки такая кошечка которая тебе вставит свой шарик куда надо ну вот сами додумайтесь куда я мелкими чем они нам кажутся визуальных модель к высоту больше полу блока что абсолютно никак не мешает проходить им в отверстие обалдеть блока следующий факт тоже о курицах и знали ли вы что они могут бегать даже когда им отрубили голову так вот майнкрафте кого даже летать видите ли в майнкрафте что вы убьете порхающую в воздухе курицу она упадет с той же скоростью ведь все еще машет крыльями кстати да это забавно держали свои руки не убивать курицу не добраем хотя майнкрафт это игра видеоигра не не надо youtube не бей пожалуйста я хочу жить мама эта фича была пофикшена еще задолго до того как вышел первый снапшот на азарского обновления интересно что же это за гора непонятных белых линий подлетим поближе а это же хорошо знакомый нам живу валим сам факт состоит в том что на сломанном големе все его трещины видны если попасть него стрелой с эффектом свечения лишний повод подлечить их железом смотрите эти боги и когда будет уже ксена будет проверить странный факт типа зачем он вещи нужен но интересно и мне никакого урона а все из-за мирного режима ведь единственным мобом который способен на дамажить вас писал моде остается лама о нет я забыл про пчел если вы особо внимательны то заметили что кальмар начал двигаться умереть бы от мобов в мирном режиме позорище позорным надо быть это все потому что в майнкрафт бедрок эдишн кальмары чем меньше у них воздуха остается тем они начинают двигаться медленнее а по истечении 15 секунд он кончится полностью и такого бесполезного моба факт номер 10 полезных чернильные мешки книжки делать от огромного слайма чем большего размера слайм тем пропорционально выше скорость его передвижения без зелья или эффекта от такого не убежишь фантомы изначально были похожи на адских мобов но адскими их никто не задумывал чтобы это исправить можем перекрасили их в уже привык прикольно это не красными реально мимозырка майнкрафтовские лисята плавать совершенно не умеют безусловно они выглядят мило но их хитбокс настолько маленький что когда они залазят в воду сразу начинают тонуть настоящий алтым это жестоко нет нет то помню что в бейте эндермены выглядели так у них были зеленые глаза а вокруг летал черный дым помимо этого они издавали такие же звуки блин это вы кстати реально это странно по крайней мере в топ но не убивать проще потому что раньше система боя была совершенно другая без задержки между ударами не были настолько рейтинге подожди но это еще тоже новый никаких хлопот это то как видим and мы это то как видят энтермены чтобы увидеть этот эффект перейдите в режим игры наблюдения все цветов мгновенно изменится что эндермены видят энд как острова из синего булыжника окруженный океаном света это интересно а булыжник для эндермена прямо как эндерняк для нас не существует никакого предела количеству летучих мышей на одном блоке звучит бесполезно но благодаря этому из летучих мышей можно сделать настоящую бомбу и уронить игру вашему другу который решит спуститься пещеру недостаток просто можно уронить друга танка в том что летучих мышей нельзя поймать поводком значит понадобится креатив грибы те еще обманщики например версии minecraft beta 181 если вы попробуете набрать грибной похлебки держа в руках целый стак мисок 63 из них аннигилируются и останется побежите ли выискать грибной биом чтобы проверить пофиксили ли это помните тот замечательный момент когда мы это было бы обидно правда повели обезьяны аллигатора что что обезьян их не было точно не было жу пари вряд ли если вы только не из китая ведь когда мы чего ходил в китае можем устроили голосование за новых мобов специально для этого региона панда попала на первое место и и добавили и нам когда-то давно мы могли скрещивать обычных коров с грибными руки представляете чисто китай зарешал могли бы быть обезьяна или лигатор никсик панды самый классный снапшоте 12w7 а эту безумно полезную фичу пофиксили как же это не честно кстати с этого же снапшота грибную корову можно остричь и она превратится в обычную блюда были лучниками когда их только добавили они вообще не имели никакого оружия и атаковали при помощи рук что общего у крипера и листьев я вам скажу практически спасибо за эликсиры степан за как минимум его текстура сделаны из сухих хрустящих листьев один эрбон вообще говорил что крипер это как бы плотная пачка сухих листьев которая воспламеняется от трения и почему очень плотно очень не ошибся в своей теории строения крипера вы можете запихнуть лошадь скелетона в лодку но только в бедроке по-вашему это звучит нелепо да действительно почему засунуть лошадь скелетона в лодку мало того что вам нужно найти ее и дотолкать до лодки так чтобы залезть нее вам придется нырнуть под воду и нажать по ней правой кнопкой мыши снизу задумывались ли вы почему лошадей можно размножить только морковкой или золотым яблоком мифология а именно миф про суперскакуна коня ориона он питался только материалами знаю этот миф кормить лошади золотом теперь не жалко жаль только что они такие прикольно прикольно ужасно медленные вы знали что свиньи бы но лошади реально их побаффать бы как-то вообще блин весь транспорт в майнкрафт надо бафать как минимум лодки кстати лодки норм лодки рили норм бафать бы опять же вагонеточку бафнуть и бафнуть бы к лошадей вот они вообще слабые майнкрафте могут летать не так конечно зато вот так если одному игроку это круто это реально круто то можно возить друзей типа к собой чисто пользуя всего одни литры давать подвезу моем только не забудьте что приземляться следует воду иначе это будет ваше последнее путешествие если разница между хоглинами в 2020 и хоглинами сегодня ну на самом деле различие есть и она довольно забавны в одном из снапшотов на зерского апдейта при атаке их ноги двигались так при помощи команд можно заспавнить мобов без искусственного интеллекта это знал чеки не смогут даже двигаться единственная глаз древнего стража запрограммированный как голова все еще будет следить за вами даже без и яй капец и вес единственный не тупой тупой мог представляете и джава пауки выглядели так какая-то коричневая текстура с черными глазами такое отличие в текстуре обосновано тем что крас паука должен был выступать в качестве камуфляжа на фоне блока невидимые пауки это крипово вызыватель тоже выглядел но грида де разработки не очень сейчас лучше цельной статьи от моджанг у него что белая шапочка в любом случае и убрали еще до релиза теперь мне классно чисто плавательная шапочка знаете когда в пошел базе они ста официально его так и не добавили видимо потому что у можем закончились шапки у чешуйниц раньше было столько же каждую чешуйниц 20 если быть точным слава богу 29 количество хп чешуйниц уменьшили до восьми хотя магмовые кубы сделаны из сумасшествия вода им почему-то не страшно другими словами это делает их единственный мацкий мобом способным плавать чего общего у ламы и лодки на них обеих можно сесть и ни та ни та при этом не будет тонуть что удивительно так то что другие животные вроде лошадей и свиней сразу идут ко дну ламы же совершенно не тонны без слова мы их очень легко перегонять по воде прикольно тоже весны и шин выглядят тема на не так как джава и дишин в бедроке их текстура имеет верхний слой благодаря чему выглядит трехмерный из-за этого они визуально больше чем в джаве что в свою очередь ведет к неправильному отображению брони особенно когда дело касается шлема следующая фича появилась в story моде на два года раньше чем в основной игре я говорю про текстуру кота из предательских игр это далеко не главный персонаж послужил вдохновением для создать блин а это кстати реально блин мне понравился кстати story мод если бы не ужасный иногда русский перевод но story мод был прикольный я его прошел за 8 на канале мать если что я смотрю прохождение вообще на канал мой стрим вы вот приходите на мои стримы вы там столько всего пропускали столько игр игр играл это был момент когда я снимал каждый день по 20 тысяч часов блин а вот это не приходили я обиделся я больше не стримлю в обновлении джава 1.14 тем лишь заметным отличием что текстура отзеркалена по горизонтали не казались ли вам звуки разорителя знакомыми чтобы разобраться что же он нам напоминает мы повысили высоту тона звука который он издает при получении урона и получился пиладжер прикольно настолько давно что вверх это просто survival тест тогда после смерти из них выпадали коричневые грибы вы поменяли на трюфеля чисто трюфеля нормально раньше было папа сделанные свиных грибов все еще вегетарианская или уже нет иглобрюх самый смертоносный мог всего майнкрафта а все потому что его статы состоянии легко изменяется при помощи команд соответствующим параметрам вы можете задать любой урон и время отравления а с помощью такой команды мы можем создать нечто безобидное но способное уничтожить целый мир пиладжеры в майнкрафте раньше выглядели так какие-то непонятные пираты пиратах и с повязкой на один глаз подтверждение такой идеи все не выбрали вилку глаз а сейчас получается они выбрали второй вариант сейчас то нас виду все ребята становится понять все становится ребята понятник на этой картинке позже дизайнеры решили что темная броня будет лучше почему страйдеры дропы нити из-за пиглинов это служит объяснением того откуда пиглины берут нити для своих арбалетов если думать откуда же у них нити то в принципе вот они и судя по всему пиглины убили приличное количество страйдеров ведь нити еще осталось на торговлю видели ли вы когда-нибудь жителя в зеленой робе если да то вы используете пак программер арт цвет текстуры меняется потому что текстура зеленого одеяния до обновления 1.14 файлах игры имела такое же название как базовая текстура все на мизе как профессии откачи сами по себе что особенного у малышей белых медведей по сравнению со всеми другими детенышами в майнкрафт звуки которые они издают не просто ускоренные звуки взрослой версии как это у остальных мобов так что теперь вы знаете что этого малыша свои эксклюзивные звуки постарались но какой из них может быть реже чем синий аксолот и свежи чем синий аксалот в снапшоте 21w17 а у разработчиков была идея добавить аксалот текстуры открытого рта на текстуре ё-моё какая же крепота чисто сосун аксалот сосун просто что это чисто черная дыра я такого боялся бы это не мило постоянно ломалась и уже в следующем снапшоте эту текстуру уже убрали так что если вы видите аксалот ли с этой текстурой это лишь либо ужасно голодный кстати про них же почему они могут есть такую кирби когда посасывает как написано в дневнике разработки моджанг настоящий аксалот ли могут питаться только рыбой которая еще жива так что если вы решите устроить им романтичный ужин суши будут неудачным выбором почему пиглина в броне 50 хп а у обычных всего 16 главный художник джаспер говорит что это благодаря их золотым наручам неужели он думает что мы правда поверим что золотая братья не бесполезно фиолетовыми по изначально не может позолоченный то есть там такой на зарит но позолочный подумайте подумай не должны были принимать текстуру блока на было прикольно кстати летом он будет если сядет на фиолетовый а эндерниковый если на этих лузаде правда джап решил что это будет трудно заходить так что от этой идеи пришлось отказаться как это получилось чтобы сделать так же вам нужно поймать зомби наездника и ну это всегда была бы идея исцеление он превратится в ребенка жителя а не цена курица а если найти вылечить наездника полном сети зачарованной алмазки получите самого редкого мова к сожалению у вас не получится показать ему прекрасный мир не зара то же самое в принципе с любым видом мобов наездников они не телепортируемые и угадай что это за покемон дам тебе подсказку это не чешуйница на самом деле это эндермит да как надо видят на их добавили они были просто фиолетовой версии чешуйницы потом их заменили на теперь не похоже просто на листы то что мы видим сегодня иногда случая квадратный атакует жителей даже несмотря на то что жители самые мирные мобы но если запущены ими после рейда фейерверк по несчастью угодит в одного из големов голем перейдет на сторону жила и уничтожит жителя которого вообще-то должен был защищать как пресс быть а могу с а могу с на этом у меня все спасибо за просмотр реально могу видео уже совсем скоро хороший видос хороший видос ребята я записал это видел да видел вон она вышла 3 июля последний раз реакция снимал первого числа давил конечно вот я же будущее смотрю у меня кстати есть возможность будущее смотреть если вы не знали ну такой вот человек вообще со сверхспособностями говорить плохо называется вот такие у меня сверхспособности ребята ссылка на оригинал в описании переходите подписывайтесь на канал minecraft stone обязательно сто процентов также подписывайтесь на мой канал мне было очень приятно спасибо большое а так чё всем удачи всем пока